Всем привет! Всем привет! Я после жаркого эфира на следующий день решила стресс снять. А где еще можно стресс снимать? Пришла к рукодельной подружке поболтать. Это точно. Я вчера наблюдала тоже эфир. До конца я, правда, у меня силы не хватило, я пошла спать. Как ты вообще все это выдержала столько часов? Новости рассказываю, Оля недосмотрела. Мы чай пьем, стресс снимаем. Кто как стресс снимает, а мы вот чаем снимаем. Первый раз у меня согласилась чай попить. Все бегом-бегом. Нет, как-то один раз я уже пила. А когда встреча была? Ты всем чай наливала и я попила. Я когда прихожу, Оля мне чай предлагает. Я говорю, нет, давай поболтаем, всегда по делу. А сегодня просто пришла поболтать. И знаете, что я подумала? Поскольку много претензий к блогерам из-за сотрудничества с магазинами, если какие-то возникают вопросы, которые вы не смогли решить напрямую у Соли, вы присылайте мне. И я прям в видео буду задавать Оля эти вопросы. И она будет на них отвечать. В принципе, я всегда тоже открыта и готова отвечать на вопросы, если кому что-то интересно. И вроде как... Ну, бывает, что пропускаю сообщения, но очень редко это бывает. Ну, сами поймите, да, иногда то интернета нет, то что-то проскакивает. Особенно ватсап оставляют на номере магазина сообщения и потом не дублируют их в почту. Если вы хотите, чтобы я сделала расчет, присылайте сразу на электронную почту количество ниток, которые, ну, на ту схему. Потому что очень часто пишут, можете собрать на такую-то схему. И тишина потом. Я пишу, да, присылайте расход, и все. И затихло. Я как бы не могу же просто по названию схемы собрать нитки. Да, какие-то схемы очень популярны, и я собираю и уже знаю расход. Но это не всегда бывает. А потом я уже много раз говорила, что я даже многие схемы не видела в глаза, как они выглядят. То есть мне присылают только номера ниток. Схем у меня нет, девочки. Поэтому вы на меня не рассчитывайте, я никому никакие схемы не присылаю. Ты так нервничаешь, как будто этот скандал вчерашний касается тебя. Ты испугалась, что я какие-то вопросы сейчас буду? Да нет. Коля, на самом деле, Коля вопросов нет, только вопросы есть по товару, которые мы попозже обсудим. Потому что приходит равномерка, допустим, и мне зрители пишут. По фото на сайте, по фотографии, непонятно. Вы можете прийти к Коле в магазин и снять поближе свои ощущения, свои впечатления. Потому что на видео мы обсуждаем, и зритель же не может пощупать эти ткани. И не знает, заказывать или нет. Коля, вопросы только хорошие, что касается товара. Ну, кстати, последний раз вы с Катей, когда приходили, было очень хорошо на камеру, прям цвета отличные. То, что здесь освещение у нас все-таки уличное. И прямо я удивилась, насколько вот Мурана Сплэш цвета прям отличные, как будто они в реальности. А на сайте, да, действительно не всегда получается, чтобы вот этот цвет был такой, какой он на самом деле. Особенно это девочки касается, вот я сейчас сижу у Балиновой или в цвета Фуксии, водолазки. Вот у Инессы видно на камере цвет вот один в один. Но когда фотографируешь сиреневые, темно-синие ткани, зеленые, вот они серыми становятся. Какое бы освещение, да, пытаюсь прикладывать там белый оттенок, ну, чтобы оттенять как-то. Иногда выходит цвет, но это вот настолько редко. В основном серого цвета, особенно цвет лаванды вот такого, но именно вот сиреневый. А у тебя на камере тут раз прям отлично больше. Да, дело в том, что фото, оно искажает цвет на видео, цвет более естественный. Это настройки еще самого камеры. Да, каждая камера по-разному фотографирует. Ну, вот на видео будет понятно. И еще я из своего видео коротенькие нарезки Оле для Инстаграм делаю. Потому что не все на Ютюбе, многие девочки в Инстаграм делают заказ. Поэтому короткие фрагменты я тоже буду для Оли снимать, чтобы на видео вы смогли более детально разглядеть товар. Еще у меня к Оле просьба, мне зрительница написала, может быть, Оля возьмет продавать олининые игрушки. Сейчас посмотрим. Сейчас как раз перед праздником люди приходят, спрашивают. Да, кстати, Олен, по-моему, животное только вяжет. Но ей нравится вязать. Если будут заказы, она свяжет что-то другое. Спрашивали именно вязаную куклу. Я видела в интернете. Да, это именно... Ну, я так поняла, вот как типа с косичками. Да, да. Она одну куклу вязала, у нее первая, но потом что-то она... Я спрошу, может быть, ей не нравится их вязать, не знаю. Ну, вот приходила. Ладно. Ну, там тоже, наверное, от пряжи зависит. Потому что все-таки лицо нужно какое-то... А, да, у нее уже не из велюровой пряжи была. А ей не нравится другой пряжи вязать. Ну, это да, потому что она нежная, да, вот эта вот красивая. Ну, она нежная именно на ощупь, я ее очень полюбаю. Сама вот из этой софты хочу попробовать повязать, вот, то, что руками. Ну, не знаю, как вы любите. Ну, в общем, я сегодня игрушки вам покажу. И еще я обещала давно показать ролл. Мне Катя подарила ролл, и Оля попросила принести посмотреть. Дело в том, что к Оле пришли ткани, из которых можно шить ролл. И заодно я вам сегодня обзор ролла сделаю, который давно просили. Ну, вот такая я обещалкина. Зрители просили, на самом деле, уже месяца два назад. Я ее тоже иногда подталкиваю. Давай-давай. Ждем-ждем. Да, на самом деле... Потому что у меня тоже уже начинает рулончик скапливаться, я так чувствую. Вот девочки ролл, который мне Катя подарила. Я не знаю, где она покупала. Ну, в общем, сейчас мы будем на него обзор делать, который я вам обещала. Давай я буду развязывать. Да, давай. И как раз покажем ткани, какие у Оли есть. Ну, вот лаванда, она точно такая же есть. Лаванда точно такая же, да. Я, кстати, и взяла у тебя лаванду и такую же сиреневую. Заходите. Ну, вот сиреневая здесь другая. Это не... Это простеганная, да? Нет, это вообще ситит. Это ситит. Это ситит, да. Да, и у меня вот такое ощущение. И это не равномерка. Это просто... Это ткань. Это просто ткань, да. Просто рисунок точно такой же. Рисунок такой же, да. А качество получается... Другая форма. Здесь что? Ну да, слушай. Получается, что равномерка, она дороже, наверное, вот простой ткани, да? Вот которую у тебя... Наверное. Водоотталкивающая. Да, водо- и грязеотталкивающая. Она водо- и грязеотталкивающая. Я еще не использовала этот ролл по прямому назначению. То есть я его еще не ношу особо никуда. Он у меня дома в пакетике, поэтому он чистый. А так, в общем-то, я не знаю, как он промокает, не промокает. Девчонки, вот по этому поводу ничего вам сказать не могу. Вот удобно, что есть ручка. Но я все равно ношу в пакете, потому что он светлый. И здесь вот такая идет труба. На самом деле, для тех, кто умеет шить, его шить несложно. Ну, главное пришить аккуратно кант. У меня, конечно, проблема с пришиванием канта. Здесь все очень аккуратненько шито. И вот такие ленточки. Но если я буду шить, то вот эти вот ленты я не буду делать атласными. Я их сделаю из косой бейки. Я думаю, что это будет практичнее. Мне кажется, что вот эти атласные ленты, они быстрее выйдут из строя. Хотя, конечно же, красиво. Вот особенно вот эти бубенчики. Они не звенят. Это не совсем бубенчики. Вот эта фурнитура очень красиво смотрится. И ленточки, конечно же, очень так празднично красиво смотрятся. Но я бы сделала косую бейку. Но, опять же, это дело вкуса. Это я уже прикидываю, как я буду шить такой ролл. А вот эта вот труба, там говорят утеплители, что ли. Утеплители для труб. Вот эти вот. Да, да, это утеплители для труб. Но вот это, конечно, очень аккуратненько все сшито. У меня так вряд ли получится. Я уже сто лет не шила. Что-то надо натянуть. Вы представляете, как? Да, и натянуть вот это так туго. У вас в семье кто шьет? Я. Оля вышивает, а вы шьете, да? Кто у вас будет ролл шить? Она будет на нем что-то вышивать, наверное, еще сверху. Ой, кстати, классная идея сделать. Оля, точно, я приду к тебе снимать этот процесс. Можно вот здесь вышить, да. Можно взять равномерку и сделать ролл своей вышивкой. Мы уже, когда ткани раскручивали, она уже предлагала картонные эти трубы, на которых была ткань. Пусть приходит, будем отрезать на ролл. Вот эти вот трубы. Так что, ну, вот это самое сложное, конечно, здесь, это вот эту вещь оформить. Натянуть. Да, вот это нужно натянуть аккуратно. Здесь вот на картон или что-то плоское, не картон. Здесь вот руками пришить. Вот это картон, там, это даже не картон, а, мне кажется, вырезана дощечка. Ну, что-то плотное. Или очень плотный картон, потому что он даже не гнется. Здесь вот видно, что это... Нет, здесь тоже вручную пришить. Вручную вот это. Это потом уже пришивается. Ну, самое главное, вот это надеть, попробовать, натянуть. Вот молодцы девчонки-рукодельницы, зарабатывают, да, вот шьют-то молодцы. Кто умеет своими руками что-то делать, ну, понятно, что больших денег на этом не заработаешь, но все равно молодцы. Ну, даже подарок подарить, это такая вещь. Вот придумали же, да, это ведь нужно было придумать, вот такой ролл. Вот кто-то же до этого додумался, кому-то эта идея пришла в голову. Потому что раньше чертежи мы носили в тубах. В тубах, да. А это... Ну, в тубе там нет вот такого ролика, там мнется. А это же вот девчонки придумали сюда наматывать. А я вот и уже сказала. Я в прямом эфире у себя в Инстаграм, когда ткани пришли, вот белорусские, они пришли вот на этих вот трубах. Я искала, оренбургские девочки, кому надо приходить и разрежем. Слушай, суровые оренбургские девочки, ты меня напугала этой трубой, на самом деле. Слушай, ну у нее размер-то... Не, ну а какая... А у Ани, вспомни, у нашей Ани Маленков. А у нее как раз такая труба, да. А какая разница? Пусть она не такая тонкая будет, пусть она потолще будет. Тогда... У Ани немножко вот здесь вот крепление другие. У нее в виде конфетки она сделала просто... А если намотать вот сюда вышивки, то будет очень толстая. Ну а какая разница? Ну да, в принципе. Толще, тоньше. У меня труба еще толще. Которую я все пытаюсь сделать ром, но все никак. Еще толще это вообще будет так внушительно. Ну да. У нас вот и климат такой суровый. Не, сегодня хорошо. Слушай, сегодня погода. Ой, не знаю. Ты с утра не была на улице. Сегодня так мило. Ужас. Я с утра спала, да? После эфира. Да, да. На маникюр бежала. Ужас какой-то. Метель, да, была? Да, очень сильный метель. Ну по градусам тепло. Вот сейчас метель успокоилась. Утром минус 9 было. Да? Как хорошо, что я утро сплю. Плачусь. Я у тебя на страничке написала, но ты тоже своим клиентам, подписчикам скажи, чтобы они задавали вопрос. Вот если что-то им нужно снять, потому что нам тогда легче ориентироваться. После видео девчонки пишут, а хотелось бы, чтобы заранее писали. Я приду, и мы будем зачитывать вопросы. Да, тоже праздничать, чтобы ответить. Я думаю, что это удобно. Давай чай остынет. А я люблю, когда остынет. Я же горячее не пью. Я вообще тоже. Конфетами соблазняешь. У меня все худеть не получается. Это халва. А, это халва? Это халва. Но это тоже сладкая, калорийная. Ладно. Там семечки. У меня скоро морда в кадр не влезет. Еще, знаешь, я на переднем плане, ты худенькая, села вот сюда. Надо наоборот было сесть. Да. Слушай, я закрываю весь экран, а ты мне еще поместишь. Я сейчас тебе скажу, не поместишься ты. Тут проем у тебя маленький, да? За шкафчиком. Ну вот хоть немножко отгородили. Ты как в анекдоте. Ты где? Я тут, между обоими. Седакой, да? Так и ты за шкафчиком. Как ты такая стройная? Вот у меня личный вопрос. Как ты фигуру сохранишь? А вот у меня мама сидит. Ты же мама уже сколько раз видела. И мама такая же стройная. Генетика. У вас генетика. Все подряд кушаете или диета? Все подряд. У меня диета была только когда ребенку повторю. Сейчас тебе половину YouTube завидует. Каждый, наверное, свое. Душа у человека должно быть много. Так что... Это ладно, если хорошие, а если не очень... Не, обычно добрые все. Я бы про себя так не сказала. Не очень добрые. Добрые, но не очень. Это Олина мама. Помогает. Добрый день. Заказы формирует. А я разглядываю Олины работы. Оль, по-моему, я вот этот вот стульчик не видела и не показывала своим зрителям. Это что это было? Набор или дизайнерская схема? Нет, это мы в «Мароклассниках». У нас был совместный проект. И мы вышивали. Это у меня были первые работы на льне. Это винтажный цвет. Лен Белфаст 32. Цвет 3009. Вот это вот все срывалось отдельно. Вот еще сзади. Тут мне лен было жалко. Я тряпочку вот приспособила. Все это собиралось. Сначала все это на картон клеилось. Вот у меня три. Вот у меня проблема с оформлением. Я вышивать-то люблю. А если нужно оформить, у меня, знаешь, сколько недоделок. Пуговки. Вот тут пуговки поискалу тоже. Ой, как здорово. Это квадратные пуговки. Ты как ножки, да? Да. Приспособила. Здорово. Я не помню. Может, как бусины я даже не помню, как они продавались. Оля, а ты сразу оформляешь? Вот ты вышила и сразу оформляешь, да, работа? Ну, да, раньше так было. А сейчас у меня уже начал рулончик скапливаться. Нет, вот такие вот вещи. А, такие, да, конечно. Вот тот же вот шарик, по-моему, уже как-то показывала. Вот шарик, по-моему, показывала. Но все равно еще раз покажу. Тут же куча деталей. Я чуть не помню, по-моему, вот этих 18 и 36 вот синих было. Они практически одинаковые, но тут вот больше коровки на одной, а на другой нет. Вот можешь представить, да, вот столько вышит деталек. Вот вышить, я еще представляю, но сшить столько деталек. Да, их еще надо через край было соединить. Тут не два лепестка, да, а три вот их лепесточка. Потом набить, и еще вот этот самый сложный, это вот этот кончик потом зашить. Куда-то набивал вот это все. И здесь еще была проблема, как это все соединить, чтобы вот розовое было сверху, а вот это вот синее внутри. Я как вспомню, нужно было эту геометрию соблюсти, чтобы потом шаром это соединилось. Оля, а ты к празднику что-то вышиваешь? Вот, допустим, Новый год, новогодняя тематика. Вот сейчас Пасха, там, Пасхальная. Ну, на Новый год обязательно. У меня игрушка, как правило, это шовчиковая. Ну, на Новый год ты видела мои игрушки и часы, и в этом году я звездочку к Новому году вышивала. Тоже там помучилась по сборке именно вот этого кончика, чтобы его соединить. А к Пасхе вот у меня вот такая вот работа. Ну, не так часто я вышиваю, но мне вот это очень понравилось, что уже сразу в оформлении набор идет. В наборе уже... С пяльцами. Да, вот эти пяльцы. Вот они, наборы. Вот я сейчас как раз развешиваю. Это пришли, да, пасхальные? То есть тут все. Нитки, игла, бисер, пяльцы. Можно даже не вытаскивать, вышить. Я вот не вытаскивала. Задник я просто вот фетром проклеила. А ты прям приклеила на ткань? Нет, она даже не приклеена. Она, по-моему, прихвачена. Ну, просто фетр, он же сам по себе держится. А можно вырезать, да, вот сюда вот дощечку? Ну, кто-то, да, девочки дощечку и сверху делали. Я видела, кто вышивал подобные. Вот такие вот ленты для оформления. Ну, кто вот дом оформляет к Пасхе? Или какие-то вот салфеточки можно тоже вот цветочки. Такие птички с сердечками. Но они не только пасхальные. Вот такая вот лента есть. Можно, например, корзинку оформить пасхальную для куличей. Это рисунок нанесен, а на обороте она вот белая, с отделочкой край такой вот. И вот такие цеплята. Мне кажется, тоже интересные. 16-й каун здесь. Вот. Обереги. Это все на пасхальную, да, пришло тематику? Да, да, вот обереги. Зайцы вот такие. Ой, мне вот эти зайчики нравятся, да, классно. Ну, тут вот несколько вариантов цеплята тоже есть. И вот такие вот еще зайчики с цветочками, с цыплятками. А это что за фирма? Это фирма Орхидея Польская. Тут пластик сейчас вот. Пластик мягкий. Белый пластик. Есть прозрачные бывают, да? Да, есть белые. Вот открыточки вот такие вот. Ой, я вышивала. Слушай, помнишь, мы с тобой познакомились? Да, да. И ты для моих зрителей подарила подарок и открыточку. Я не помню уже просто варианты. Есть вот такая вот открытка пасхальная. Бликует, не знаете, не вижу. Здравствуйте. Вот такая вот скатичка. Но здесь в наборе идет дорожка. Вот, 40 на 100. Вот такой вот наборчик есть. Это от МП Студии. Так, смотри, бликует. Собор красивый в обрамлении веточек. Ну, здесь, как всегда, у МП Студии все закрыто. Вот такое вот еще яичко. А вот, кстати, смотри, да, фирмы по-разному комплектуют. А вот ты сама как любишь? Когда видно комплектующие или все равно тебе? Ну, я люблю, чтобы видно было. Я вот тоже люблю. Особенно вот, когда бывает, что нарисуют, что здесь канва, например, там какого-то цвета, а вкладывают, вот даже вспомню, тот же кружевной букет, да, он нарисован на желтоватом, а внутрь уже начали вкладывать белую канву. Поэтому, конечно, интересно было бы видеть цвет канвы. Поэтому и здесь я тоже люблю, чтобы видеть. А хотя, наверное... Да, его же интересно увидеть, как он там. Ну да. Хотя они, наверное, хотят, чтобы вот эту информацию люди видели. Вот здесь много информации. А с другой стороны, это же, наверное, как вышивать, да, вот это можно посмотреть, когда мы вскрыли набор. Конечно, да. Это как делать крестики, это уже нужно человеку, когда он начал вышивать. Оле, все покупатели приходят еще и чай попить. Да-да-да. Мы тусуемся, да, здесь? Ну, потому что, я не знаю, как-то все становятся такими близкими, родными. Вот, и Татьяна Викторовна, наша давнишняя знакомая, тоже моя клиентка и вышивальщица с многолетним стажем. Но сейчас она переключилась, что-то от вышивки забыла. Как крестики вышиваться. Да-да-да. Ничего, сейчас мы ее соблазним. У нее последняя работа, которую я собирала, это «Нахаед». Как же она называлась-то, я уж с ним не помню. «Платье одного дня» в переводе называется. Рез чего-то там. То есть, вот там такая прекрасная девушка с шикарными волосами, такими струящимися. И вот из этого платья там столько всяких вот сказочных картинок. Ну, там и работа сколько она в размере получила? Полтора года я ее вышивала. А размер? Размер такой, порядочный. Да, то есть там прям... Ну, сами знаете, «Нахаед» это... Я фигуру твою снимаю, ты так красиво платье показала. Ну, конечно, эта работа состоялась только благодаря... Ну, потому что, да, а еще и не было же расхода. Мы примерно эти нитки подбирали. Потому что если «Колден Кайт» они указывают расход, то «Хаед» вот не в последних работах они стали. А вот первые вот эти, когда разработки, там нет расхода. Там написаны цвета, и все. И мы с Татьяной Викторной так примерно прикидывали, ну, докупали периодически. Потому что тут уже не соберешь. Даже с запасом непонятно сколько. Ну, вот полтора года, да? Да, полтора года вышивала. Я сейчас вот посмотрю, если у меня в одноклассниках группе, вы же выкладывали, вот найду и тогда, если с экрана снимешь, то девушку красивую. Это вот этот «Хаед», да? Да, да, вот этот вот. А если переслать... Слушай, как сложно. Мы, правда, отражаемся, но по-другому здесь снять не получается. А здесь не получится с экрана по-другому снять. А переслать ее туда никак. А, ты мне фотографию перешли, а я ее потом в видео... Да, я в видео ее поставлю. Наши. Принцессу, да. А, принцессу. Ну, это ужасно сложно. Вот это, вот эти... Представляешь, сколько вот этих... Я не представляю. Человечков вот здесь вот. И вот люди тоже. И вас пришла. Мои нервы бы не выдержали такое вышивать. А сейчас вы вышивали этот хаед. Вторая года. Полтора. Только один процесс. Или параллельно еще что-то было? Нет, нет, только одно. Вы герой. Ну, сама от себя не ожидала. Ну, как-то одно за другим уж очень она мне понравилась. Прям вообще. Прям вот... Бывает, что-то вот западет и все. Я ее очень долго искала. И вот прям из всего, что мне вот... Если запала в душу, то уже никуда отсюда не денешься. Все. Она есть. Что-то в ней такое было, что в меня вселяло какую-то... Вот когда картину вышиваешь, прям какое-то, я не знаю... Прям ждешь вот этого момента, когда наконец всех-всех растусуешь и сядешь вышивать. Потому что это такое удовольствие вообще невысказанное. Я не знаю, что это такое, какая энергия к нам идет во время вышивки. Но однозначно, вот какой-то такой вот заряд получаешь вообще. Оля, она уже загорелась. А ты говоришь, не вышивает. Что следующее будем вышивать? Ну, пока перерыв. Перерыв? По техническим обстоятельствам. Я уверена, что сегодня же будет новый процесс. Сейчас мы ее еще подзарядим энергией. Так, теперь, Оля, давай по делу. А то меня спрашивают показать равномерку. Вот знаешь, вот это вот пришла первый раз ткань. Я заказала. Это 27-й каунт. Твой любимый. Вот. Слушай, ну он очень мелкий. Нет, это хлопок. Сто процентный. Это типа Линды получается. 27-й каунт. Но на сколько-либо она твердая, но плотная. Тут плотность 230 грамм. А как она на сайте у тебя называется? Она там у меня конваровная ткань равномерного плетения. 27-й каунт. Она, видишь, она не чисто белая. Да, она сероватая. Она сероватая. То есть, понимаешь, вот плотная. Я на нее думаю, что вот она очень хорошо будет для сумок, каких-то мешочков таких. То есть нет опасности того, что она загрязнится. Ну, как бы она и не чисто белая изначально. Да, например, даже тоже купальник вот положить. Или там белье. Вот многие же девочки возят в поездки. Мешочки вот делают. Ну, я хочу сказать, что у нее плотнее переплетение, чем у Линды 27-й. Ну, возможно. Сейчас подожди. Потому что, смотри, у Линды 27-й я отчетливо вижу дырочки. А здесь она более... Ну, девчонки любят такую. Она вот внешне, да, как-то даже чем-то уран напоминает. Здесь такая вот, ну, как сказать, плотное плетение. Вот здесь и вот дырочки вот эти я вижу лучше. Это вот Линда 27-я, да? Ну, только что это молочный цвет. Молочный цвет. Ну, вот по фактуре, да? Вот по фактуре сейчас, надеюсь, видно, что здесь вот можно даже волокки положить. Да, волокки. Ну, вот смотреться вышивка вот здесь будет лучше, чем на этой Линде. Вот это мое мнение, да? Но вышивать мне на этой Линде легче, чем здесь. То есть вот... Ну, вот есть минус один, что она плотнее. То есть не все любят на плотной вышивке. Она как накрахмаленная. Она настолько вот не то, что накрахмаленная. Она прям даже вот, ну, такая жестковатая, я бы даже скажу. Но некоторые девочки любят наоборот жесткую. То есть вот она по ощущениям, в принципе, как Аида. Вот. Ну, у меня вот уже ее заказали. Вот если бы... Как раз вот будет интересно, первый заказ вот уйдет у меня. Я попрошу, чтобы потом вот написали, как в работе. Вот если бы я закрыла глаза, и ты бы мне ее дала, я бы на ощупь сказал, что это Аида. Да, да. Есть такое ощущение. Вот это по плотности же, по жесткости. Вот. Это, конечно же, Линда, она чуть мягче. И цвет сероватый. А у тебя одного, да, цвета пришла? А она только одного цвета, да. Оль, зрители некоторые спрашивают, что такое беломерка? Ну, беломерка это так же, вот смотри, мы равномеркой называем все ткани равномерного переплетения. Мы для упрощения. То есть они есть хлопковые, и есть льняные, и есть также смешанные. Ну, вот как я тебе говорю, мурана, британи, ты не можешь вышивать, потому что там есть вискоз, да, какой-то блеск, как ты говоришь, видишь. И точно так же Белоруссия выпускает ткани равномерного переплетения. Вот они 30-го каунта, это вот скатерные, то, что это вот 27-го каунта. И мы ее для упрощения беломерка, так же как укромерка, да, украинская ткань. Поэтому вот это уже наш жаргон профессиональный, так скажем. Ясно. Спасибо за ответ. Оля, а это что за красавица сидит? Я такую не видела. Нет, вот у меня теперь такие девочки можно купить на подарки девочкам 8 марта. Все полностью ручная работа. Вот я даже когда увидела, представишь, вот этот свитерочек, он даже вязан. Все это вязано спицами специально для этой куколки. Их несколько видов, ну ты видела, на разных полочках они у меня сидят. И сколько стоит такая кукол? Старые тысячи, тысяча, тысяча пятьсот. Ну столько работает, вот это надо связать. Да, да, это обвязанное сердечко, вот оно так вот. Есть ангелочек с крылышками на подвесе, это вот куколка просто. Это кофточка, смотри, кофточку связать, пуговки, юбочка, носочки. Глазки, смотри, тоже бисерные, волосы тоже сделаны. Волос, да. На самом деле такая работа. Вот эти даже ручки, да, вывернуть, смотри. Да, я сама рассматривала. Их шить и вывернуть, такие тонкие ручки. Какой карандаш надо, чтобы это только спицы, наверное, выворачивается. Или крючком вот длинным, я помню, у меня у мамы крючок длинный был, мы им обычно выворачивали уголочки. А это вот вроде новая у тебя пришла, да? Да, вот она, знаешь, вот из всех, вот попробую ее, они все с пропиткой, но вот эта вот, она как-то более, да, чувствуешь, вот плотная такая. Плотненькая, но она мягче, чем вот та, вот эта вся беломерка, она помягче, чем вот та вот светло-серая. Ну, естественно, тут плотность другая, тут 170 грамм, а там 230. Я при чём тебе и говорю. Вот это сейчас по скидке на сайте 2 отреза 50 на 72, по цене 200 рублей. Девочки, я под видео оставлю ссылку на сайт и на группу Оли и на ее инстаграм. Вот это вот, конечно, прям все обожают, эту Англию расцветку. Да, я тоже люблю. Хоть уже и Новый год прошел, но вот это вот, звездочки, снежинки, эти тоже хорошо. Ну, они на многие сюжеты. Кстати, вот эта вот ткань, так, где она белая? А, вот эта белая, которая у меня идет на сайте, не апритированная. Ее больше не будет. Это последние 3 метра вот мне отгрузили. Кто-то любит поплотнее, вот в основном будет плотная белая теперь. И вот пока салатовая закончилась, это уже всё на заказ уходит сегодня. Пока нет салатовой. Вот это приятный цвет. Ну да, вот он хорошо и с лавандой вот. Вот с этой. Ну мы с тобой по сочетанию уже снимали. Девчонки, у меня есть видео, где мы показывали, как можно сочетать разные виды равномерки, разные расцветки. Если интересно, я в конце этого видео оставлю ссылочки вот на те видео, где мы подробный обзор делаем. Сегодня я пришла больше поболтать, чем товар показать. Оль, когда я прихожу к тебе в гости, девчонки видят цены и пишут, что дорогая цена. У тебя на сайте, в интернет-магазине, там другая цена. Это у нас в Оренбурге такие цены для розницы. Складывается с того, что мы здесь еще и аренду платим. Почему я всегда, долго меня девочки уговаривали открыть розничный магазин. То есть если мы уходим в розницу, то мы платим аренду. Для этого нужно ее оправдывать, этого аренда. На сайте у меня цена другая. И плюс, напоминаю, кто не знает, на первую покупку 3% скидка, на все последующие 7% скидка. Сейчас идет акция до 10 марта. На все наборы, которые отмечены в наличии, скидка 10%. На сайте скидка не указана сразу. Вы оформляете заказ, и я вам делаю пересчет. Только кроме наборов, которые новинкой являются. Девочки, когда на сайте равномерку или беломерку смотрите, там цены, обращайте внимание на размеры. Там размер точно указан. Оль, я вот это показывала мельком, но меня девочки спрашивают, что это за шкатулка. Расскажи поподробнее. Это вот наши багетки двое. Саша у нас несколько раз на встречах тоже была. Вот они делают полностью. Вот я не знаю, как сказать правильно. Вот с каждого деревянного элемента сами выпиливают все это на станке. Саша сама раскрашивает все это. Она художник, да, пообразовала? Саша. То есть это вот все полностью элементики. Посмотри, какие ножки вот это все выпиливают. То есть здесь у меня получается... Я вот принесла вышивку и сказала, Саша, мне нужна шкатулка. Все. Все. Весь дизайн. Весь дизайн. Она придумала сама. Мне единственное вот... В фотографии я даже, по-моему, в Инстаграме увидела, что это моя. Но у нее небольшая багетная мастерская, да? У нее группа ВКонтакте. ВКонтакте, да, и в Инстаграме. Я оставляла как-то, по-моему, на ее группу. Я добавлю тоже ссылку на группу. Я, правда, не оформляла там работу, потому что она в Оренбурге от меня далеко находится. Я хожу туда, где рядом. Но на самом деле очень классная работа. А это набор от фирмы Панна. Я вышивала такой. У меня есть. Ну, так я по твоим следам его и купила. Да? Да, конечно. После твоей вышивки. Ну, я как бы не видела ее ни в картине, ни в подушке. Я решила вот... Шкатулу. Говорят, что блогеры друг у друга все видят и копируют. Оказывается, хозяйки магазинов тоже нас копируют. Ну, конечно. А ты знаешь, вот покажет блогер вышитую какую-то работу, и тут же начинается... Ах, дайте нам такое же. Мы такой же набор хотим. Вот даже поросенок от МП-студия. Может быть, помнишь, такая вся в бусиках там вот. У меня тут клиентка пишет. Я хочу конву вот такого вот цвета. А вчера я посмотрела на формулу рукоделия обзора, и я увидела этого поросенка, вышитого на такой именно конве. Поэтому люди ее и просят. Потому что они увидели на формуле, что она вот так вот оформлена. Поэтому так живые. Вы показываете какие-то работы, они нам нравятся, и мы, естественно, их тоже... Мне кажется, это чисто женское, вот, да, вот мы друг у друга видим. Ну, ты знаешь, вот, например, те же шары от МП-студия, они на картинке, вот, на обложке, ну, не сильно впечатляют. Вот, я видел у тебя, по-моему, ты начинала тогда вышивать. Еще у девочек у некоторых вот видео. И у меня был, ну, как заказ от подруги, что она хотела вышить, чтобы быстрее всего эта игрушка к Новому году вышить. Она намного ярче выглядит в реальности, чем на обложке. То есть, бисер и гусины не передашь так при печати. Ну да, вот именно поэтому, и когда мы видим готовую работу, нам хочется такую же. По картинке, вот, просто по превью, на самом деле, очень сложно представить, что будет в итоге. Я уже много раз про ту же кофейную феерию говорила. Она на обложке вообще не впечатляет. Но вот как в реальности я вышиваю, вот, вчера я в предневном свете вышивала, я прямо вот балдела от цветов ниток, насколько это все красиво, насколько это ярко выглядит в сравнении с тем, что на обложке. Ну вот у нас в городе же нет формулы рукоделия. Мы не можем вышитые работы посмотреть. Мы только можем друг у друга посмотреть или показать, или через видео. Ну да, для этого мы, в общем-то, и собираемся на встречи, потому что мы друг у друга видим какие-то и ткани новые, да, и какие-то дизайны, на которые мы в другом месте вообще не обратили внимания, да, просто схемы. А кто-то вышел и уже понимает, что это реально красиво. Девочки мне вопрос задавали, где в Оренбурге можно купить основы для вышивания бисером. И у меня есть видео, я тоже в конце вам оставлю ссылочку, где мы с Олей показываем подробно вот эти вот основы. Сейчас я не буду их листать, потому что уже такое видео есть. И Оля помогает сразу подобрать бисер. У нас как-то не во всех магазинах помогают подбирать. Стоят стенды и говорят, сами выбирайте то, что вам нужно. У Оля всегда подбирает. Это нитки для вышивки бисером титан. Здесь 100 метров, а здесь 200 метров намотка. На сайте это есть тоже. Ну, я знаю, что многие девочки любят вместо мононити вот такими не вышивать. Мне их, кстати, постоянно рекомендуют. Я вышиваю простыми нитками, но девчонки говорят, что вот этими лучше. Я вот тут недавно от своей клиентки узнала, что у нас в Орске уже почти 10 лет проводится выставка вышитых работ. Я была просто в шоке. Девушка, у нее своя багетная мастерская в Магнитогорске, и в Екатеринбурге, по-моему, филиал. И вот они проводят в Магнитогорске тоже, по-моему, 10 лет. И в Орске у нас. До Нового года в Орске проходил. Ну, вот я, например, первый раз об этом услышала, и мы вот с ней сейчас общаемся. Потому что я вот... У меня тоже мечта давно провести вот такую выставку, но я пока не нашла здесь вот выставочный зал, который был бы в этом заинтересован. Арендовать – это дорого в Оренбурге. Да, в том-то и дело, что... Но вот как она говорит, что они убеждали на первых парах, а теперь их, говорит, наоборот, нас просят, чтобы мы пришли. Потому что выставочный зал получает от этого очень хорошую выручку. Даже при том, что... А там платный вход? Платный вход, но 50 рублей, да? На форму руководилия вход 250 рублей. Серьезно? А я даже не знала, кстати, что на форму руководилия платный вход. Платный вход, да. Вот, то есть здесь и пенсионерам, по-моему, даже скидки есть. Ну, вот как она мне рассказывала. Поэтому, конечно, выставочные залы от этого тоже выигрывают. Потому что ты же сама знаешь, сколько у нас вышивальщиц. Но в нашем городе дороже 50 не пойдут, потому что мы вот на шоу-макет ходили 100 рублей входной билет. Ну, вот я про то и говорю, что в 50, в принципе, при том, что даже там пенсионерам какие-то скидки, почему нет? Это надо, 50 рублей, да, нормально. Ну, вообще идея хорошая. А кто там будет выставлять свои работы? Ну, так у нас сколько вышивальщиц, ты понимаешь? Я думаю, что... А если я буду участвовать, я должна буду что-то заплатить? Ну, вот, насколько я знаю, там вот проводится все бесплатно для вышивальщиц. Да? То есть если я захочу выставить свои работы, и можно там будет попытаться продать некоторые, да, свои работы? Ну, конечно, если... Это выставка-продажу? Вот я сейчас, Лиля, сплошные крестики, она где-то у себя. Я вот в последнее время некогда канал тоже ее посмотреть. Сегодня в Инстаграме попало, что они там выставку где-то у себя. Я не знаю, только в Нижнем Новгороде ли у себя ли она, вот, в Боре проводят. Ну, то есть вот хочу почитать с ней еще, поговорить, как они все это проводят. Почему-то у нас именно в Оренбурге вышивка не признается как творчество, особенно вышивка крестом. Хотя у нас город больше, чем Морск. Да, в том-то и дело. Но это же все равно... Давай, Оля, давай. Это привлечение женщин, да, что мы заняты чем-то таким творческим, мы занимаемся красотой, создаем красоту. Кто-то рисует красками, а мы рисуем нитками. Даже не просто выставка вышивальная. Вообще у нас в Оренбурге мало народ ходит по таким мероприятиям. У меня, кстати, на канале Жили-были, у меня есть блогерский канал. И там у меня экскурсии по городу, либо вот шоу-макет. Но шоу-макет меньше всего набрал просмотров. Мои трансляции и болталки больше набирают. А может быть, просто не поняли о чем название? Попробуй название применять. Просто вот, например, для меня вот это шоу-макет вообще ни о чем. Я это видела у тебя, по-моему, в инстаграме. А как назвать? Ну, это надо посмотреть, потому что я внимательно не смотрела. И я видела... Я сначала... У меня там один в виде влога, а второй серьезные экскурсии. Но дело в том, что у них есть группа, и они размещают туда видео, фотографии. Мне как-то надо было серьезно назвать. Но неважно, все равно даже ради интереса открыть и посмотреть, что это. Не все открыли. Но я все равно буду ходить на выставки, все равно буду снимать. Потому что у нас в Оренбург... Давай, Оля, я полностью тебя поддерживаю. Идея хорошая. У нас есть кому участвовать в этой выставке. Да. Главное, чтобы мои коробки привез Симур. Сами же тяжелые. Ну, это, конечно. Смотри. Ты столько мне красоты привезла. Да, это вот Алина навязала. Дома я, по-моему, тогда одну какую-то игрушку видела. У тебя уж тоже давно в гостях не было. Некогда. Ну, это просто прелесть. А какие они приятные. Они на ощупь вообще обалденные. Вообще сказка. Смотрите, девочки, какая красота. Еще и ножки двигаются. И лапки двигаются. Девочки, теперь можно Коле прийти в магазин и посмотреть, и купить вот игрушки, которые Алинка вяжет. Какая прелесть. Смотрите, тут в другом платьишке. У них еще и уши можно выворачивать, разворачивать. Вот девчонки пишут, что очень аккуратно Алина вяжет. Несмотря на то, что она еще молодая вязальщица. Но у нее действительно все очень-очень аккуратно сделано. Да вообще не прикопаешься. Да, настолько прям все чутко. Очень приятно и на ощупь вообще все. Ну ладно, спасибо тебе за обзор. Стресс сняла. Конечно, ты мне стресс сняла. Спасибо тебе большое. Пусть теперь только будут положительные новости у тебя на канале. Я надеюсь. Всех поздравляю с наступающим 8 марта. Чтобы у всех было солнце в душе, за окном. Я у кого-то сегодня в инстаграме прочитала, наконец-то весна плюс 5. Нам это пока не грозит, я так чувствую. Ну пусть у вас в душе будет солнце, пусть ваши мальчики вас радуют в этот день. И не только. Спасибо. Всем пока-пока. Пока.